И вновь я приветствую всех, кто нас смотрит и слушает. Сегодня я решил рассказать вам об очередном затмении 2020 года. Столь богатого на эти небесные явления. Многие мои подписчики уже знают, что лунные и солнечные затмения в астрологии являются событиями особого порядка и нередко они приводят в действие Рок и Фату. В связи с повышенной вероятностью в это время аварий и катастроф, я всегда рекомендую в период затмений воздерживаться от важных решений посещения мест скопления народа и участия в мероприятиях, которые могут иметь для вас негативные последствия. 30 ноября 2020 года произойдет полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать над восточной частью Евразии, Тихим океаном, но особенно над Северной Америкой. О чем напомнить, что луна в мировой астрологии символизирует народные массы и исходя из этого данное затмение может повторно активизировать энергию народного протеста. Подобные активности следует в первую очередь ожидать в регионах непосредственной видимости этого затмения, то есть на Дальнем Востоке и в Китае, а также в Северной Америке, которая может вколыхнуться после оглашения результатов президентских выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года. Данное затмение принадлежит к саростному циклу, зародившемуся в 993 году. Отметим, что в это время состоялось крещение Руси, и именно тогда и была выбрана христианская парадигма развития нашей страны. Не сложно предположить, что события конца ноября 2020 и начала января 2021 года могут актуализировать проблему поиска духовных ориентиров для тех, кто разочаровался в модели, транслируемой современными служителями православной церкви. Затмение 30 ноября может стать катализатором целой серии фатальных явлений. Их свидетелями мы окажемся в последний месяц года, который обещает удивить нас незаурядными и весьма неожиданными событиями. Действие небесного театра откроется зимним коридором затмений, включающим в себя лунное и солнечное затмения 30 ноября и 14 декабря нынешнего года. И продолжится он целой плеядой значимых небесных явлений, самым ярким из которых будет соединение двух планет-гигантов – Сатурна и Юпитера на пороге знака Водолея. Причем состоится оно еще и на фоне зимнего солнцестояния, которое древние считали точкой первичного пробуждения света, а также и временем рождения великих героев и отмеченных свыше пророков. Мои многочисленные ученики, да и постоянные зрители уже знают, что лунное затмение 30 ноября, в общем, как и любое затмение, может пробудить в коллективном бессознательном человечестве образы тех событий, которые так или иначе связаны с этой датой. Так, например, в истории государства российского 30 ноября ассоциируется с битвой при Нарве в 1700 году, когда русская армия под командованием Петра I проиграла шведам с Карлом XII во главе, а также и с началом тяжелой для нас Советско-финской войны. Правда, 30 ноября 1853 года настоялось еще и знаменитое Синопское сражение, в котором русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот, что и спровоцировало начало Крымской войны. Однако большинство факторов указывает на то, что самые интересные события будут разворачиваться в Соединенных Штатах Америки. Градус, которым окажется Луна в период лунного затмения, является так называемым королевским градусом, и находится он в секторе знака близнецов, который я называю американским полем. В нем очень часто концентрируются планеты во время значимых для истории США событий, а также во время рождения знаковых для этой страны личностей. Среди таких персонажей и знаменитый американский писатель Марк Твен, родившийся 30 ноября 1835 года. И как раз в день лунного затмения 30 ноября 2020 года будет отмечаться 185 лет со дня рождения этого культового для Америки писателя. Причем нынешнее затмение резонирует с черной луной в гороскопе Марка Твена. И поэтому мы с вами делаем вывод, что худшие сценарии из рассказов этого великого писателя-сатирика вполне могут реализоваться в событиях конца 2020 и в начале 2021 года. Немаловажно отметить, что сам Марк Твен был решительным противником рабства и даже писал о том, что чернокожие американцы еще займут достойно их место в будущем политическом строе США. Поэтому сам он вряд ли был бы сейчас против того, что его сочинения подвергаются жесткой цензуре. Ведь в новых англоязычных изданиях произведений Марка Твена слово «ниггер» заменяется на слово «раб». Смею заметить, что Марк Твен прославился не только своими юмористическими произведениями. В 1879 году он опубликовал рассказ «Великая революция в Питкерне» о приходе к власти популиста, который превратился в настоящего диктатора-садиста, терроризирующего жителей непомерными налогами и неадекватными своими силовиками. В рассказе Марка Твена, в конце концов, оставший народ свергает ненавистного диктатора. Ну а благодатные читатели, по утверждению некоторых исследователей творчества писателей с мировым именем, получают в свое распоряжение еще одно пророчество. А ведь именно при соответствующих планетарных констелляциях шансы любого пророчества воплотиться в жизнь радикально повышаются. Как вы наверняка догадались, и рассказ Марка Твена в орбисе лунного затмения 30 ноября вполне может оказаться пророческим. Дорогие друзья, думаю, вы уже привыкли к восприятию открытого мною метода аналогий между космическим событием и рождением идентичную дату какого-нибудь харизматичного персонажа. Так вот, 30 ноября, и это еще и день рождения непримиримого противника Советского Союза и талантливого идеолога холодной войны Уинсона Черчилля. Именно его фултонская речь в марте 1946 года де-факто разделила весь мир на два непримиримых лагеря. И не исключено, что лунное затмение 30 ноября нынешнего года, вызывающее определенные ассоциации с англосаксонским миром, может превратиться в генератор процессов, которые могут перевести наши текущие, весьма прохладные отношения с Западом на новый виток конфронтации, который окажется гораздо хуже, чем нынешний обмен санкциями. Тем более, что драматургии событий последнего времени, история с Алексеем Навальным и протестная активность Белоруссии подсобудно формируют направление процесса в этом векторе. Как астролог с 45-летним стажем, я констатирую вероятность ворвеси лунного затмения 30 ноября, отягощенного дурными аспектами Нептуна в рыбах и лунных узлов, опасность ураганов и повышенной штормовой активности. Тем более, что максимальная видимость затмения будет наблюдаться над водами Тихого океана. Как вы понимаете, отсюда следует, что в это время крайне небезопасно отправляться в морские круизы и просто перемещаться на воздушном и водном транспорте. Ну, а дурные аспекты урана и черной луны генерируют еще и опасность землетрясений, подземных взрывов, обвалов и лавин в сейсмически активных зонах. Кроме того, не лишней будет и особая осторожность в контактах с электричеством. Ну и вишенка на торте, друзья мои. Это соединение урана с черной луной в знаке Тельца. Ведь вкупе с ситуацией затмения, это потенциальная угроза всевозможных проблем в финансово-экономическом секторе. Например, санкции, скачки курсов валют, обрушение рынков и тому подобное. Знак близнецов, на который проецируется лунное затмение 30 ноября, управляется Меркурием, который традиционно считается связанным со СМИ, а также вообще с информацией, путешествиями и с органами дыхания. Поэтому я предупреждаю вас о высокой вероятности в орбисе этого затмения всплеска острых респираторных и легочных заболеваний, а кроме того и сообщений в средствах массовой информации о новой волне коронавирусной инфекции на фоне гриппа и других сезонных заболеваний. Помимо этого, в зоне повышенного риска также окажутся и те, кто в этот период будет находиться за рулем или в дороге. Кроме этого, весьма сомнительный успех ожидают и заключенные в орбисе этого затмения торговые сделки. Если же говорить о длительности этого затмения, то как астролог с 45-летним стажем я рекомендую ориентироваться на месячный период людям, которые стремятся максимально подстраховаться в любой ситуации и минимум на две недели для тех, кто привык рисковать. Ощутимее всего, лунное затмение 30 ноября нынешнего года повлияет на жизнь типичных представителей так называемого подвижного креста зодиака. Это типичных близнецов, дев, стрельцов и рыб. Причем для близнецов и стрельцов очень непростые события, связанные с вопросами личности реализации, популярности, делового партнерства и семейных отношений, в ауре этого затмения могут негативно отразиться на их имидже и положении в обществе. Далее, по степени подверженности влиянию этого лунного затмения следуют типичные рыбы и девы. У них могут появиться проблемы на работе и непонимание с начальством, а также ссоры с близкими людьми. А вот у типичных овнов и весов в орбисе затмения появятся хорошие возможности для деловых контактов, продуктивных поездок и активного продвижения в социуме. Типичные представители знаком льва и водолея в орбисе этого затмения могут испытывать прилив творческого вдохновения, а также они могут встретить и новых друзей и покровителей. Ну а типичные тельцы, раки, скорпионы и козероги в орбисе данного лунного затмения могут вольно или невольно оказаться вовлеченными в дела других людей. Но главное для них это не забывать о том, как говорил старуха Шапокляк из популярного мультика о Чебураши и Крокодиле Гены хорошими делами прославиться нельзя. Дорогие друзья, напоминаю вам, что озвученный мной прогноз – это совет, как обезопасить себя от дурного влияния лунного затмения 30 ноября нынешнего года, адресованный всем типичным представителям знаков зодиака. А более подробную информацию лично для вас можно увидеть в вашем личном гороскопе. И в заключении я хотел бы пожелать всем нам в это непростое время разумной сдержанности, здравого смысла и столь необходимого сейчас оптимизма. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Продолжение следует...